Интересная картина Лукаса Вальдеса. Это уже мы зашли в зал 18 века испанских художников. Картина называется «Чудесный портрет святого Франциска Паульского». Видно, что Архангел как-то он так интересно вольнул художника и рисует святого Франциска. Это все 18 век. Флависин с такими картинками. Очень много картин таких помпезных, которые любил рисовать. Доминго Мартинес. У него картины все связаны с такими вот шествиями, с собраниями. Очень много. Вся эта галерея. В середине 18 века. Григорио де Феррари. Столько помпезностей в картинах Доминго Мартинеса. Он просто... Он просто сосредоточился и специализировался на вот таких вот волосках. Целая серия картин. Но оказывается, Доминго Мартинес не только повозки весла. Вот его апофеоз непорочного зачатия. Большая картина, большая, по нему, вот прям... Удивительного размера. Интересная картина. Апофеоза непорочного зачатия. Картина на дереве. Диего Бехарано. Хуан де Спиналь. Венера и Вулкан. И мы сейчас идем в зал номер 12. На первом этаже. Нулевой этаж мы уже закончили. Вот здесь вот такие вот залы. В 12-м зале. Здесь испанские художники 19-го века. Хосе Гарсиа Рамос. Неизвестен мне этот художник. Тут Фламенко. Наверняка. Это... Хосе Верегас Кардеро. Огромное полотно. Умирающего папы какого-то. Кардеро, да, был хорошим партисистом. Большие полотна. Но мне... Если честно, это не так интересно, как... Эпоха Возрождения. В 13-м зале. Тоже картина 19-го века. Очень мне понравилась эта рыбачка. Кристина и Рафаэлем Сене. Вот картина. Гонзала Бильбао. Наверное, обмаженная Сусанна. Гонзала Бильбао любит рисовать. Вот такие вот портреты. Это праздник в Севири. Нарядные барышни. Красивая картина. Кактусы так прикольно нарисованы. Вообще, как живые. Но с эпохой Возрождения, конечно же, не сравнится никто. Только. Возвращая картина. Скажите, как мучает... Как… Как мучает? Как мучает? Продолжение следует...